Смысл жизни связан с понятием счастья. То есть, если человек не счастлив, он не реализует смысл жизни. Когда человек реализует смысл жизни, он имеет полноту, счастье, удовлетворенность. Поэтому показатели очень легко понять, реализует ли человек свой смысл жизни или нет. То есть, счастлив он или нет. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе. У каждого смысл жизни свой. Почему? Потому что кому-то быть художником, кому-то музыкантом, кому-то крестьянином, кому-то в политике быть. То есть, каждому дается своя дорога в этом мире. В этом смысле есть различия. У каждого свой путь. Мы разные. И если мы внимательно посмотрим друг на друга, мы даже внешне увидим различия. У каждого свой какой-то темперамент. Физиогномически мы отличаемся. Мужчины, женщины. Есть предназначение женщины, есть предназначение мужчины. Это разнообразие. То есть, второе, что я хочу сказать, у каждого своя дорога. Это второе. И третье, что я хочу сказать, что у каждого один и тот же смысл жизни. Почему? Потому что общая задача для всех – это принять то, что нам дается. Смысл жизни не может быть выдуман нами. Каждому из нас дается своя дорога. И способность принять эту дорогу, открыться к ней, пойти по этому пути, обладать смелостью пойти по этому пути. Вот это третье, о чем мы говорим. То есть, это некое доверие высшему руководству. Вот я бы так определил смысл. А вот как ребенку объяснить, в чем смысл жизни? А ребенку не нужно объяснять. Ребенка нужно любить. Потому что, если ребенок получает любовь от родителей, он начинает доверять жизни. Потому что для него родители олицетворяют саму жизнь. Он никого, кроме мамы и папы, не знает. Так же ведь? Для него это весь мир – это вот папа и мама. Поэтому, когда он от них чувствует любовь, он начинает доверять жизни вообще целиком. Богу доверять. И поэтому, когда такой человек вырастет, он очень естественно легко живет с чувством доверия к жизни, принимая ее руководство, откликаясь на это руководство. Поэтому ребенку не нужно объяснять, его нужно любить. А вот вы заговорили о счастье. А что такое счастье? Какого привода счастья? Это что-то материальное или как-то понятно вообще счастье? Что это такое? Счастье – это закон единства. Само слово «счастье», смотрите, «счастие». То есть счастье означает быть частью целого. Вот когда человек живет в согласии с законами жизни, мира, в согласии с своим предназначением, он, естественно, счастлив. То есть счастье, еще раз, это закон единства с целым, с космосом, с Вселенной, с Божественным замыслом. А на ваш взгляд, какая сегодня основная и главная проблема у людей? Главная проблема у людей, что они несчастны как раз именно в этом. И их трудность в том, что они пытаются это счастье найти вне себя. Вот посмотрите, вся потребительская культура современного общества – это завидовать кому-то и подражать кому-то. То есть сама эта культура, она разрывает связь человека с самим собой. Ищи себя вне себя. То есть подражая вот этому, подражая вот этой топ-модели, подражая вот этому политику, спортсмену, музыканту, покупая вот эти товары, потому что тот, кто купит эти товары, он станет счастливым. То есть вся эта культура потребительского общества, она как бы разрывает контакт человека с самим собой. И поэтому человек не может найти самого себя, он не там ищет. Искать нужно внутри, а не снаружи. Счастье не придет от того, что я съем какие-то макароны другого цвета, чем то, что ел до этого. Счастье не придет от того, что у меня появится третья машина. Удовлетворение какое-то появится, но удовлетворение и счастье это разные параметры. А вот некоторые люди говорят, ну вот нахожусь я на природе с друзьями, выпил алкоголь и я счастлив. То есть они счастливы или это... Давайте различать. Есть удовлетворение, есть наслаждение, есть счастье. Наслаждение и удовлетворение это что-то как бы временное, мгновение. Смотрите, сейчас есть, через секунду уже нет. Счастье это что-то стабильное. Человек, который занимается своим делом, он счастлив постоянно. Ну разве нет? Вот есть люди, которые на своем месте находятся. Смотрите, они как будто излучают какую-то энергию счастья. А то, что вы говорите, это не счастье, это удовлетворение. Это чувственное наслаждение, да. Но это немножко другое. Разница огромная на самом деле. Хочется понять, были 90-е, когда здесь, в Казахстане, наверное, и в других республиках бывшего СССР были большие проблемы. Там не было электричества, света, газа, зарплаты не хватало. Сейчас, по крайней мере, в Казахстане никто от голода не умирает. Я думаю, что в других республиках то же самое. Но все равно люди несчастливы. Как вы думаете, что нужно дать людям сейчас? Идею какую? Вот смотрите, это очень хороший вопрос. Когда, например, человек счастлив? Когда им много платят за его работу? Или когда он занимается любимым делом? Естественный ответ, который сразу приходит, без всякой логики. Тогда, когда человек занимается любимым делом, он более счастлив, чем когда им платят даже огромную зарплату. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что помимо грубых смыслов материальных, как вы говорите, есть вода, холодильник, набитый продуктами и разные другие составляющие материального успеха. Помимо этого есть еще наши ценности внутренние. То, что связано со смыслом жизни. И вот они дают счастье намного больше, чем просто контакт с какими-то внешними продуктами или предметами. В этом смысле, например, люди в советское время, когда у них была идея, они строили коммунизм. Когда были пионерские отряды, которые заботились о пожилых, собирали металлоломную макулатуру, смотрите, люди были реально счастливы. Почему? Была чистая идея, которая их вдохновляла. Этот пример показывает, что человек, он живет ради смысла, ради идеи, а не ради того, чтобы поддержать свою жизнь какими-то предметами. То есть человек, он ради идеи живет, ему смысл нужен. Вот счастье приходит тогда, когда есть цель, есть смысл, есть ценность. А сейчас можно такую идею придумать? Допустим, на уровне государства взять и население спустить идею? Придумать невозможно, потому что идеи, которые связаны со смыслом жизни, они вечные. Забота о старших, забота о младших, сотрудничество среди равных. Смотрите, вот они вечные идеи. Братство, благотворительность, сострадание, милосердие. Эти идеи не нужно выдумывать, они есть. Они есть в любой культуре. Вопрос для правительства только в том, хочет ли правительство следовать вечным ценностям или пытается выдумать какие-то другие ценности. Вопрос в этом. Смотрите, никогда раньше в мировых культурах не было такого феномена, который называется потребительское общество. То есть никогда раньше люди не жили ради потребления. Сейчас смысл жизни людей сводится к тому, чтобы потреблять товары. И современная культура на это заточена. Но если мы возьмем любую традиционную культуру, никогда вот такой идеи человеческой жизни нигде не было. Люди жили семьями, кланами, поддерживали друг друга, воспитывали детей, уважали старших, делали что-то хорошее для ближних. Вот они вечные идеи. Поэтому ничего выдумывать не нужно. Нужно взять то, что есть, исследовать это. Спасибо.